У команд Neon Esports 496 Gaming для вас работает Валентин Спецназ Еленогорский. Это открытые квалификации сия региона под номером 2 в International 2019. Ну и что хочу сказать, дорогие друзья, там третья карта выдалась напряженной для 496 Gaming и Barrox. Ну, я имею в виду, Neon мы видели с вами, я про параллельную встречу рассказываю. Там третья карта, казалось бы, Barrox могут взять, у них вроде как и антимаг есть, и все для этого было. Но, к сожалению, не получилось взять у них третью карту, 496 Gaming оказались сильнее, там просто Тайтхантер ходил с доминейтингом. Ну и мы видим на своих экранах, это первая карта для вновь подключившейся, кто, естественно, опять же повторюсь, кто подключился только что. Первая карта полуфинала Neon Esports 496 Gaming, пики бан на ваших экранах. Гримстрок, Саленсер, Энигма, Сларк отправляется в бан от Neon Esports 496 Gaming, отправляется в бан. Чен, Висп, Нага, Тайтхантер и Врес Кинг пикают, естественно, Шадов Демона Бисмастера, Кристал Мэд, Детрен Протектор от Neon Esports, да. Ну и на этом ждем пик бан, точнее его, и сразу ребята из Neon Esports пикают любимого Эмбер Спирита. Да, дорогие друзья, напоминаю, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, gameart, точнее, ну, vk.com gameart.t, соответственно, там проходит розыгрыш, розыгрыш иммортал шмотки у Dota 2, это рога на Рики, конечно. Розыгрыш идет долго, но, как говорится, почему идет долго, потому что активность группы пока слабенькая, откровенно говоря, да, и хотелось бы побольше активности группы, то есть лайки, репосты, общение, чтобы группа как-то развивалась, поэтому подписывайтесь, общайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, ну и давайте сейчас будем обсуждать, общаться, задавайте вопросы, ну и, соответственно, за кого вы болеете в этом противостоянии и кто, по вашему мнению, выиграет эту Best of 3 встречу. Ну и что, Spirit появляется у нас, 496 геймеров, Earth Spirit у нас появится, 3 спирита сразу прям в одной встрече. Так, ну и смотрим, блюдим, как говорится. Так, пока, да, кстати, также подписывайтесь на мой YouTube канал, уже кто пропустил четвертьфинальный матч 3 карты, я сразу же буду заливать, прямо сейчас я начну заливать эти встречи. Best of 3, противостояния, так, да, вот карта 1. Так, TI 9. Так, сразу же я начинаю заливать, конечно же, первые три карты четвертьфинального матча, ну и, соответственно, появляется у нас от Neon Esports на всеми любимый Марс, который они как раз-таки две игры выиграли с этим героем. Так, теперь мы опять же делаем еще одинаково. так уж извиняюсь дорогие друзья ну что джагина появляется у нас от 496 гейминг в принципе неплохо что скажете на это владислав а что сказать а что сказать какой следующий пик нас ожидает террор блейд подходит сюда нет не подходит террор блейд многоуважаемая аналитика сказала что сюда не подходит а кто нам подходит так подходит в какую команду сюда в верхнюю или нижнюю верхнюю до команду но к сожалению верхнюю команду я разочарую вас товарищ владислав что он не подойдет потому что нужен керри герой керри герой это фантом лансер опять же тот же самый террор блейд опять же помимо манки кинг но забанили мы видим джакира от него не спортс и соответственно 496 гейминг забанили свена ну и вот последний пик кого же они пикнут мы сейчас с вами и увидим так ну и что 10 секунд бонус тайма кто нас алхимик стать есть можно это нет это будет вот так вот решили ребята из 496 гейминг очень интересно посмотрим как они этот пик реализуют да но и не он и спорт чем ответят ну мне кстати здесь видится почему-то фантом лансер антимаг ну против шторм спирита тоже логично антимаг ну что пики первой карты полуфинала сделан дорогие друзья пиков больше нет делайте ваши ставки господа анализируйте обсуждайте общаетесь как бы за кого болеете кто по вашему мнению выиграет первую карту при таком пике да ну и будем как говорится рассуждать так сейчас все герои разберут тащи все игроки разберут своих героев ну и мы выложим сразу это все в группу соответственно да очень будет интересная противостояние я бы так сказал дорогие друзья подписывайтесь на мою группу вконтакте vk.com slash game rtt также подписывайтесь на мой youtube канал как раз таки в группе можете даже наверное здесь нажать youtube и вам выдаст мою ссылку конечно же и в целом ставьте лайки комментируйте обсуждайте все как говорится ваших руках ну что будем скоро начинать начинается на встрече амбер спирит 111 на 76 только 46 шаду демон 3221 на 2574 доль побед за все время неплохо все началось это сейчас пройдет от все безумие ладно за не он и спорт на тренд протектор будет играть fly соло на эмбер спирит и будет играть марк на кристалл мэдом будет играть ирр на антимаги будет играть скади лициус на марсе будет играть рэпи за команду 496 так ну и что два-два будет паром у нас внизу будет интересно наверно стычка скорее всего что он спирит доска возможно здесь 11 будет пару 222 по рунам будет хотя может и 3 а креды 33 но это ферзблат на шаду демоне неплохо ну и кстати можно здесь 2 типа забирать минус также без мастер должен здесь выживать товарищ 2 соло до выживает или нет так нет не выживает преждевременный от я здесь центре варту хорошо хорошо 21 такое начало прям бодренькая бодренькая по лайнему мы видим до варлок джиггернаут против марса в медле у нас эмбер спирит против шторм спирита но и внизу три плац м к тренд протектор и антимаг против без мастера и шаду демона можно было сейчас попробовать бы забрать конечно как-то антимаг прыгнул но поздно ну да 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 согласен так пока что видим да сколько по крипам покажется спокойно все хорошо 2 3 2 1 1 1 антимаг здесь пока не качает ждет вот но кстати если бы он прокачал сейчас ману манабре то сейчас бы ману он лишился ну и первый уровень у нас варлок рэп пытается отогнать второе кстати варлок получил поэтому сейчас будет донать так ну и кстати что спичит не погиб а вот эмбер спирит может и погибнуть сейчас на самом-то деле на тоненького эмбер спирит бегал в итоге жив цел орел марса конечно варлок гоняет орбов веном и будет топчик тут просто леса все спилили так а тема хорошо чуть-чуть подразмел тема пока что по чуть-чуть полигонечку марс поставил центряк спилил варок чисто орды он сейчас на сапожочек сезу как раз таки эндотикает бежать 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 приглазил просто чуть-чуть не достает но это ничего страшного и тут опасно тут тренд протектор умрет или не умрет 60 хп стики должен сейчас поражать даже без тиков выживает неплохо неплохо без frostbite пока цен у нас на третьем левле должна наверно прокачать скорее всего так можно попробовать убить минус шадов демон минус тренд протектор в размер итоге все-таки вышли эмбер спирит погибает от штурм спирита штурм спирит 100 хп остается у нас еще 33 4 минуты неплохо так сюда пришел власть соло также сюда пришел шаду демон боттл про про обузили маленечко внизу рунку сейчас заберу рунка 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 ну и 3 протектор здесь погибли 100 процентов легкие шесть шагеров сейчас разрулит неонов на час без шансов ну посмотрим посмотрим как говорится поживем увидим не стоит забывать про антимага антимаг кстати 4 антимаг 4 и медли опять марк погибает вот это да уже вторая смерть ненужная ну и пятая минута должны сейчас руны ребята забирать ну и очень плохо три руны ребята заберут из-за команд 496 и также марс погиб да да слушайте 496 неплохо себя показывают начале этого матча полуфинального ну и 73 плюс три тысячи голды 2000 опыта неплохо ну посмотрим как реализуют себя антимаг на самом-то деле все своим съемом конечно же как молодой бог ну посмотрим посмотрим я же говорю не стоит рано хранить какую-то из команд марса в очередной раз погибает закрутил его здесь джиггернаут опять через фатал бандзи с шаду ворлд так медли кстати здесь вот марк конечно страдает два уровня конечно опасного шадов демон здесь пришел ну марк здесь не уходит у него нет ни риминантов ничего из своих потп здесь не будет и минус марк конец при у нас шаду демон внизу деревья отросли можно теперь прятаться сентрая просто живой крип спалил всю эту движуху спалил так попытаться тут еще и ворот пришел на антимага так в итоге продадут здесь тренд протектор умер 10 3 счет послушайте 10 3 джиггернаут фарм по натворцу джиггернаут на первом месте и как бы ничто как говорится не предвещает беды вот чем проблема как говорится пришла беда откуда не ждали окно антимаг антимаг конечно 1213 стоны творца лишь пока что плохенько плохенько с поделиться у нас идет чуть не поймали у нас понажимал маленечко не того чё надо мой варл кстати здесь загулял на самом деле он ждет что он спит а что он спит может кстати влететь попытаться улететь темпу заберет но и links при антимаг также маленечко пострадал у нас на тренд протектор выход и минус тренд протектор превосходство а тимак кстати может прыгнуть и щелкнуть этого что он спит а но пока что нет ну наглеет кстати этот товарищ и можно его в принципе забирать да ладно стики спасли но он не отпустит здесь воровка воровка в итоге погибает а почему бы за язи не не пойти дальше не пошли дальше за язи тут кстати джиггернаут джиггернаут можно попытаться убить но он восьмой уровень приглазить не получилось ну и джиггернаут спокойно душой отходит так ну четвертый уровень у нас варлак вивиан вивиан будет собирать 7л шторм цинка десятая минута ну тут кстати можно попробовать как-то убить кого нибудь шадов демон здесь сто процентов погибнет от марса пошла арена хорошо шадов демона здесь убьют а вот джиггернаут попытаться здесь убить и летит сюда шторм спирит вместе с эмбер спиритом хорошо джиггернаута пытается убить но в итоге эмбер спирит здесь может и погибнуть эмбер спирит погибает щелкнуть эмбер спирит аэмбер спирит аэмбер спирит аэмбер спирит и в итоге эмбер спирит погиб по геймбер спирит погиб разменный тренд протекторы внизу соло погибает от товарища красного бис мастера и как-то 496 неплохо воюют а оказывается да но так смотришь ну я не знаю какие ауты bf до сих пор нет 10 минут конечно 10 к преимущество по золоту 6 к преимущество по опыту антимаг антимаг ну посмотрим из 11 минут такой 15 5 счет можно попробовать кстати без мастера поймать спастер можно поймать здесь так стягиваются у нас и цемка стягивается эмбир спирит можно попробовать так пошла семечко пошел цепляют здесь без мастера новый год убили убили серии из трех убийств прервана 30 голды ребята заработали частности эмбир спирит он сразу купил себе пт-шку медле язи не боятся что из 96 просто наглеешь что варок что шат в дему прекрасно понимаешь его спиной тиммейты ну как бы за эту такую наглость не поплатиться весит ряк здесь стоит центряк поэтому сюда надо ответный центряк поставишь чтобы раздевард ну да здесь все увидели сейчас центряк разобьет до разбили центряк и все нормально все спокойно конечно вот этот интерес ночью артона не криповый не креп не крепчиков не блочит и как бы вижу дает нормальный сушить через спорт на заметку взять так что в спирит на что он спирит крипов просто фарм инвиз инвиз из соли саленс вот с б инвиз он завязал когда у него был солен 100 было бы неплохо ведь сейчас стать что он спирита что он спирит пошел дальше что он спирита сейчас видит можно кстати попробовать произвести какую-нибудь атаку марс что он спирит и видят увидели сейчас где там голем в кого поверг его пошел он что он спирита пригвозить шансы и что спирита должны быстро забрать совет его ездит пришел сюда еще и эмбер спирит новый год хорошенько не попить или просто потолбаться также пошел вор у нас на эмбер спирита эмбер спирит погибает погибает также тренд погибает марсу ю ю ю ю ю ю ю вот это байт просто 18 6 11 к преимуществу да вот это побоится ли на что разбить называется минус т2 тауэр еще ну и на т3 тауэр надо заходить сто процентов неплохо сыграно джаггернаут фармит со спокойной душенькой ничего пока что у нее нет кроме яши здесь т2 сейчас заберут то есть все хорошо все спокойно забирают и от т2 забрали снизу т2 наверно сейчас заберут или не отдадут ну нечем откидываться ну хотя нет кристалл ноут марка тоже можно по откидывать цветом какие-нибудь и ставим сиди всеми делами и покупаются у нас не крачи владимир уже есть из птм юльнира здесь примерке по антимага bf до сих пор не от 15 минут марсом на сколько фейзы здесь джаггернаут с ультом можно попробовать так крутилка Пошла от антима... Ой, от... Джаггернаута. Марс страдает. Пошла арена. Приглазили Джаггернаута. Можно, в принципе, попробовать Джаггернаута заморозить. Пошел ульта Джаггернаута. По хрипам. Хорошо. Ну и на этом надо отходить. Штормспирит продолжает драку. Эмберспирит. Как больно Эмберспирит. Овергроу пошел. Антимаг пришел. Щелкает двоих. Моментальный шторм-минус. И Штормспирит. И минус еще и Шадов Демон. А почему бы за Джаггернаутом не пойти дальше? Не хотят. Не хотят. Ой, как больно. На самом деле, если сейчас еще дэмэдж получит, ну и минус кстати варлок. Ну и дэмэдж дэмэдж получает у нас Марс. Но не погибнет. Все тп шутся на респу моментально. Поэтому... А внизу тем временем бейсмастер подпушил линию и подпушил маленько тавра. Я бы так сказал. 12к преимущество. Там пятнашка практически. 10к по XP. Ну что? Линза. Еще одна линза? Что? Нет. Обычный просто линза. Все. Тут Штормспирит. Пытается забрать. Даже не пытается, а заберет, конечно же, тренд протектор. Но без маны, правда. Тут опасно, конечно. Курьер мог погибнуть. У тебя еще кто погибает? А еще ЦМ-ка. Погибла вот здесь. Рассыпалась снежная королева. В мидлейне. Антимага. Антимаг. 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 17-й минуту. До сих пор БФ нету. 29-й минуту. 29-й минуту. 29-й минуту. 3-й минуту. 3-й минуту. 3-й минуту. Так, ну смотрим. Сало практически готово. У товарища Шторм Спирита. У Бессмастера вторые Некра уже готовы. У Джиггернаута Манта Стайл также готова. По сути. Марс. Так, Язи. Тут понятно. Язи. Эмбер Спирита, конечно, чуть-чуть не хватает, да. Майл Шторма. Не убил. Откуда он здесь видел птицу, мне интересно. Страненько. Ну, да ладненько. Нет, просто как бы. Ладно. Ладно, топ видим тоже. Топ-3 Нетворца у нас за 496-ми. 29 счет. 14к преимущество в их пользу. Марс. Шаду Демон спокойненько фармит. Его, кстати, можем попробовать наказать, если он здесь один. Но не знает об этом, конечно же. Не он и Спортс. Вот появляются два айтема. Это Саленс у Шторма. И вторые Некра у Бессмастера. У Шаду Демон опасно здесь играет. Рискованно. Рисковый парень. Так, наверху у нас уже гернал. У него, кстати, манты стайл есть. Да, следующим артефактом Дифуз Блэйд будет. Тимак на 20-й минуте. Ладно, выформит себе все-таки. Выформит БФ, но тут убивает Трэм Протектор. 21-й фраг для 496-х. Тут можно попытаться Рэда приглазить. Приглазят его, сэвит у нас Шаду Демон. Пытается здесь как-то выжить. Ну, Эмбер Спирит. Антимаг, конечно же, пришел. Кастуется Эмка Новый Год. Ну, минус здесь. И также Бессмастер. Можно забирать еще и товарища Язи. Еще пришел сюда Джаггернат. Пришел сюда товарищ Варлок. И это минус 3. И здесь может погибнуть Антимаг. За Антимагом идет погоня. Антимага здесь, возможно, не отпустят. Хотя, не факт. Если вот сейчас от Шайна отоплется, он может, в принципе, размотать двоих саппортов. Команда оппонент. Но нет. Вард поставил. Ну, это наглеца надо убивать, на самом деле. Нет, стесняется. Деликуус. Ой, как он? Скодилициус. Да. Так, ну и тут цепанули у нас в очередной раз Эмбер Спирита. Марс сюда же летит. Ну, как бы, мне кажется, надо написать, наверное, на второй карте переходить. Ну, ребятам из Неона и Спорт, потому что у них вообще на этой карте ничего не получается. Да, не он и Спорт пока что как-то выглядит мальчиком для битья. Конечно, огрызаются, но все же пошла арена. Приглазили у нас бейсмастер. Бейсмастер наорал на Марс. И ответный фраг. До свидания. Минус Марс. А тиммейт не был нигде. Ладно. Ничего страшного. Что у нас, дорогие друзья, в параллельной встрече? А, Рошанчик забирают Рошанчика. В параллельной встрече РСГ, Ампфлай и РСГ выиграли первую карту. Здесь у нас 16к преимущества, 26 и 11. Забрали ребята Рошана из 496. Что в Спирит летит вниз на антимага. И, скорее всего, здесь антимага, возможно, заберут. Если антимаг отсюда не делать. ТП. Он делает телепорта отсюда. Ну и можно наверху, кстати, попробовать убить кого-нибудь. Новый год кастуется М-ка. Хорошо. Ой, какой связки у нас от Эмбер Спирита. Минус бейсмастер. Пошел эту ультимейт от Джиггернаута. Ее опасно, как может быть. Джиггернаут чуть не спилил всю команду в оппоненты. Но тут нет. Джиггернаут спокойно с крутилки уходит. И потеряли лишь одного бейсмастера. Антимага уже... Яша скоро будет на подходе. Что ж, Спирит с Аегисом? Кая Яша будет скоро. Кая Яша, Кая Яша. Где там? Вот эта, где она? Вот она. Я Шинкая. Скоро будет у него. Ну и в целом... Два суппорта бегают просто в наглую. Да? Вообще, Рашет Аганим. Просто. Вот, по прошлым каткам мы Варлока, да, смотрели. Вроде один или два раза Варлок был. Он не Рашел Аганим. То есть, он не Рашел Мидас. Он не Рашел Аганим. Он собирал такие менее сэвящие артефакты. А тут прям Раш Аганима спокойно. За наглость, конечно, должны неоны Испортс наказывать. Но накажут ли? Вот что вопрос. Скади Лицеус, конечно же, фармит. Но хотелось бы получше, на мой взгляд. Джиггернаус сплит пуш. Ну как, не сплит пуш, а крип скипит. А тут спину Шторм Спирит идет. Вместе с Аегисом прячет в себя Шадов Демон. Шторм Спирит просто на Антимага. Под Саленсом. Ой-ой-ой, как больно. Прилетел сюда еще и Голем. Минус Антимаг сразу. Минус также будет и Тренд Протектор. И должен добегать отсюда Рэпи. Блин. 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 Маны не хватает. И все, Блинк сбили. И должен Рэпи здесь погибать. Сейчас вдвоем здесь не убьют его. Сейчас ТДшится Блинк. А тем временем внизу просто Т2 спилили. И в наглость заходит на Т3. Эмбер Спирит здесь должен быть осторожней. Шписты есть. Глиф есть. Но Глиф не бесконечные. Фисты так же. Ну ладно. Под юбку у Джиггернаута пролетела пика вот эта. Минус Т3. Бараки так же будут потеряны. В овергроу 30 секунд. Пошла птичка. Пошли у нас фаталбанцы. 6 секунд. 6 секунд у нас до арены. Как больно просто. Бараки минус. Так, что ж спирит-то тем временем антимак щелкнул и билоегис. Ну, что он спирит-то всюду улетит. Окей. Ну и на этом все. Они добились, чего хотели. Они сейчас убьют еще и шрайн. Шрайн надо убить, конечно же. Да. Он и полный, и стратегически позволяет. Сопернику. Ну как, сопернику стратегически мешает. Как не мешает, а преимущество дает. Эти все-таки шрайны. ТП на шрайн сделал. Ну, конечно, шрайн нет. Смог прям наглый. Сразу смог проюзали. Просветка есть? Нет. Сразу ставится сентри. Просветок нет. Там уже медалька есть. Короче, третий. Джаггернаут ничего не боится. У него хотя нету аегиса, но танк. Как танк прет на своих оппонентов. Потому что понимает то, что оппоненты не могут его забрать. Ну, есть подсейв сзади постоянный. Через, кстати, 20 секунд голем откадешится. Попытаются здесь забрать джаггернауту. Джаггернауту. Джаггернаут, да. Забрали. Вот так вот. Можно попытаться кого-нибудь дальше цеплять. Его цепляют именно товарища Варокко. Ну нет. Здесь Язи должен погибать. Видит его. Так, Рэпид должен уйти дальше. Язи как бы здесь продают. Минус Язи 100%. Можно пытаться дальше как-то выйти. Здесь Т1 Тауэр еще стоит. Пол ХП у него имеется. В четвером ребята из-за неона и спорта должны заходить на этот Т1 вышку. Шторм Спирит в позицию. У него Аркан Руна пошла. Саленс. Байбекаются у нас. Шаду Демна. Хороший голем. Потолбанцы. Приглазили у нас Шторм Спирит. Шторм Спирит живет? Нет, все-таки убили. На ралли у нас на Марс. Марс минус так же. Антимаг минус. И остальные все отсюда ретируются. Нет, еще минус Трэнд Протектор. Размен на Джаггернаут. Ну, Джаггернаут давно, конечно, умер. Ну, размен на Шторм Спирита. Три в один размен. Такое себе, конечно. 859 голды заработали. Ребята из 1496. Ну, там 20к преимущества. По опыту практически столько же. Будут заходить, естественно, на Т3 Тауэр. Заходить на вторую линию. Как больно Эмпер Спириту у нас. Конечно, откидывается фистами, но тут просто такая гапша. Минус Т3, антимаг. Сейчас появится. Марс также появится. Арена через 13 секунд. Овердроу через 10 секунд. Ну, поставили вард. Видит, кстати, сейчас Трэнд Протектора. Ну, Джаггернаут спокойно сносит в сторону. Ведь вот эти некрачи просто. Демоны. Все. Хил. Вот аппарата, кстати, не хватает сюда. Как раз здесь много хила и так далее. То есть... Ой-ой-ой, как больно антимаг. Овергроу пошел у нас всех троих. Сало сразу на Марс. Марс сразу вкусят. Марс должен быть минус. Не успел ничего не вкастовать. Он без байбэха. Ну и минус вторая сторона. На третью сторону буду. Переходить, ребята, из 496. Спокойненько. Под Солар Христом. Т3 вышку пилит. Джаггернаут спокойно. Ему ничего никто не может сделать. Минус Т3. Эмберспилит. Также больно эмберспилит. Ну и минус третья сторона. Конечно, не будет мега-трипов. Потому что наверху еще барак стоит до сих пор. Да, вард поставил такой наглый. Ну, он попытается здесь. Антимаг кого-то щелкнуть. Не получится. У него в Еуле летает. Новый год кастуется М-ка. Ну, Джаггернауту надо забирать. Джаггернауту возьмут. Заберут. Хорошо. Антимаг, конечно, в ответку заберут. Марс прокастовал у нас арену. Ну, что же теперь так же забрали. Но тут можно, в принципе, разбирать. Дат просто отсюда делает телебор. Ну. Ну, и все на этом. Шаду демон погибает за редом. Бежит целая гапша. Но здесь он воюет за последнюю. Трипл килл! Он просто убил некрачами двоих типов. Забей. Ну, и БКБ купил себе. Четыре в три размена. Антимаг байбекается. Ну, конечно, 3000 голды они заработают. Ну, при 25 это гуд гейм. Да, потому что не смогут здесь ребята из него не еспорт отбиться. Ну, и на этом первая карта, дорогие друзья, закончена. Никуда не разбегайтесь. Скоро начнется вторая карта. Поэтому на небольшую музыкальную паузу я прерываюсь. А вы никуда не разбегайтесь. Скоро начнется вторая карта. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...